Национальный проект «Культура» повышает качество занятий в художественных школах. Один из директоров обновленной школы Владивостока с гордостью объясняет принцип работы нового афортного станка. Оттиск на нем получается в результате прокатывания печатной формы под сильным давлением между двумя вращающимися валами. На нем ученики осваивают печатную и гравировальную технику. И потом это изображение прогоняется через голову. Модернизированная детская художественная школа номер 3 благодаря нацпроекту «Культура» приобрела мольберты, ткацкие станки. В компьютерный класс закупили современную технику. Теперь учащиеся смогут комфортно изучать искусство. Мы закупили оборудование и модернизировали нашу школу. У нас прям приобрелись классы. Мы там новую печь приобрели. Мы приобрели афортный станок. У меня прям сейчас все преподаватели в восторге, потому что они будут сейчас вести графическую композицию. По энтузиазмам у них прям такие задачи появились интересные. Конечно, там интерактивная панель у нас приобретена. Принтеры вообще, этюдники вот для детей. Дети теперь могут обжигать глазурованные керамические изделия с помощью профессиональной муфельной печи. Сделаны из столы для кабинета керамики по эксклюзивным размерам. Для выездных пленеров закупили современные и удобные этюдники. Мольберты и треноги приобрели для выставок. Все это позволит устраивать экспозиции в любых помещениях. Теперь и натюрмортные стойки шкафчиком можно перемещать с места на место при помощи колес. Кроме того, в классы купили планшеты, напольные мольберты. Устойчивые профессиональные софиты с четырехгранным плафоном позволяют менять положение. Это делает цвет направленным, и тени становятся резкими. Напомним, в детской художественной школе номер 3 проводится обучение детей по двум дополнительным программам в области искусства. Живопись и декоративно-прикладное творчество. Ней занимаются более 400 детей. Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.